День Матери Прежде всего, у большинства из нас была мама, и большинство из нас испытывают к своим мамам очень теплые чувства. Я думаю, что поэтому этот праздник, он как-то отзывается в наших сердцах. Прежде всего, потому что нам самим приятно поздравить, да, приятно лишний раз поблагодарить своих мам. Также в России ввели у нас День Отца, да, теперь мы будем его также ежегодно отмечать. Но некоторые эксперты высказываются в его нецелесообразностях, что ли. А вот, кстати, о Дне Матери таких мыслей ни у кого не возникало. Почему, как вы считаете? Я думаю, что для этого достаточно посмотреть статистику разводов и посмотреть, какое количество все-таки людей у нас в стране выросли без отца. И еще большее количество людей выросли с отцами не очень включенными именно в общение с детьми. Это не обязательно какие-то плохие отношения в семье. Ну, когда папа работает, папа приходит, занимается какими-то своими делами. И у ребенка может быть не так много каких-то воспоминаний, связанных с отцом. Правда, в свете этого я скорее думаю о том, что День Отца, он полезен. И вообще как-то было бы полезно рекламировать образ такого включенного отцовства папы, играющего с детьми, читающего детям книги, гуляющего, помогающего в учебе и так далее. Ну, как такое отцовство с удовольствием. Вы в начале разговора уже сказали, что у большинства, наверное, есть мамы. Все-таки есть очень большой процент детей, которые выросли в детдоме, которые растут в детдоме, или которые воспитываются отцами, либо бабушками, дедушками, родственниками в приемной семье. Для них с точки психологической, день матери, он их травмирует, либо они выбирают себе в этот праздник какого-то близкого человека, тоже его поздравляют. Вот как здесь? Ну, я думаю, что поступают по-разному. Кто-то действительно может поздравлять, к примеру, бабушку, которая заменила маму, или еще какого-то значимого человека. Это может быть даже, не знаю, любимая воспитательница из детского дома, с которой сложились теплые отношения и так далее. Дело в том, что мы все равно составляем у себя в голове образ семьи. И мы вот эти ячейки, мамы, папы, бабушек, дедушек, мы их заполним какими-то образами. И если не было там родной мамы или родного папы, мы сконструируем этот образ из тех кубиков, которых мы находим вокруг себя, там, из книг, из фильмов, из наблюдения за семьями других людей. То есть какой-то вот этот образ мамы, он в голове все равно будет. Но это не травмирует психику детей? Либо, может быть, это просто не тиражируется вот в тех же детских домах, может быть, как-то они не знают об этом празднике, может быть, их как-то берегут? Я думаю, очень сложно скрыть от детей в детских домах о существовании мам. Да, все равно абсолютно все дети в детских домах, они хотят к маме, да, они говорят о мамах, потому что, ну, это вокруг них, да. То есть тут точно так же, ну, мы можем тогда сказать, а давайте мы не будем читать книги или показывать мультфильмы детям в детских домах, потому что там есть мама. Как раз вот этот образ значимости материнства, он им нужен, потому что даже если этого опыта не было в их детстве как ребенка, да, ну, им потом предстоит столкнуться с этим опытом, может быть, себя как мамы. Понятно, женщина дает жизнь, но какова ее роль вот в семье, да, в воспитании ребенка? Когда ребенок маленький, мама – это, наверное, самый значимый человек для ребенка. Это человек, во-первых, эмоционально значимый, на который ребенок смотрит, узнает именно от этого человека что-то об окружающем мире, о себе самом, да. То есть во многом из того, что нам говорят родители в детстве о нас, ну, складывается такой фундамент нашей самооценки, да. Показывает какие-то примеры того, как реагировать на разные ситуации, как справляться с трудностями, как заботиться и так далее. Когда мы уже вырастаем, взрослые могут принимать разные решения. Безусловно, тому, у кого были какие-то полезные сценарии, да, кому показывали какие-то полезные стратегии, этому человеку будет проще. Но также мы видим, например, людей, которые выросли в очень неблагополучных семьях, но позже осознанно приняли решение строить свою семью иначе, да, там, поступать не так, как поступали родители. Но вот интересно, есть ли разница в детях, которые выросли, либо не в полных семьях, где мамы не было, да, либо вот с мамой, да, в психоэмоциональном, может быть, состоянии? Есть отличия, либо, в принципе, есть те люди, которые возмещают, да, этого родного человека, и на дальнейшую жизнь это не влияет уже? Ну да, во-первых, если не было мамы, это чаще всего не означает, что не было никаких близких женщин вокруг, да, могла быть бабушка, няня, крёстная и старшие сёстры и много других вариантов. Сложность подобных исследований, она в том, что нам трудно разграничить факторы, потому что семья, в которой нет мамы, есть же разные причины. А что случилось? Как получилось так, что у этого ребёнка нет мамы? Например, мама умерла, когда ребёнок был маленький, и тогда на этого ребёнка могло повлиять не столько отсутствие мамы, сколько вот этот опыт проживания горя, потери близкого человека. А может быть, семья разводилась, и разводилась очень конфликтно с судами, там, со сложностями определения места жительства ребёнка и так далее. И это тоже могло повлиять, да, что не столько повлиял сам факт отсутствия, сколько то, как это происходило. И поэтому нам сложно разделить. В любом случае, чаще трудности связаны даже не просто с тем, что один родитель, а тем, что одному родителю, безусловно, тяжелее. Да, там, один родитель вынужден часто больше работать, ложится больше нагрузки, может оставаться чуть меньше времени и сил на ребёнка, чем если бы рядом был, ну, второй включённый взрослый. Но мы, опять же, на практике знаем, что не всегда другие взрослые рядом, они включённые. Есть такое мнение, что существует между матерью и ребёнком ментальная связь, да? Есть ли она, и в чём она заключается? Смотрите, вот вы в течение дня, возможно, разговариваете с большим количеством разных людей. Представьте, что среди этих людей был человек, в которого вы влюблены. И если, допустим, через несколько дней я спрошу у вас, что было в этих разговорах, о чём вы разговаривали, какое у этого человека было настроение, как этот человек был одет, вот про этого человека, в которого вы влюблены, вы расскажете больше всего, да? Хотя из других разговоров достаточно большая часть, она просто забудется. Когда у женщины появляется ребёнок, формируется эмоциональная привязанность. И эта эмоциональная привязанность даёт и мозгу женщины, да, и вообще мозгу взрослого человека, и мозгу ребёнка, да, понять, что то, что связано с этим человеком, к которому я эмоционально привязана, к которому я испытываю эмоции, это всё очень важно. Это делает женщину, ну, внимательной ко всем, ко всему, что происходит с ребёнком. Например, мамы часто говорят о том, что они просто по звуку плача могут отличить. Если ребёнок голодный, или ребёнку жарко, или ребёнок там хочет спать, или ребёнку нужно поменять подгузник, да, это достигается за счёт именно такой внимательности и включённости. И для ребёнка также. Ребёнок учится у мамы, потому что его мозг понимает, что всё, что исходит от этого человека, это очень важно. И поэтому особенно хорошо ребёнок перенимает те слова, которые слышит у мамы. Если мы говорим именно о очень раннем возрасте. Вообще, наверное, сейчас дети взрослеют раньше, чем, наверное, ещё 10-20 лет назад. И какие-то, может быть, недопонимания в семье есть. Вот, наверное, какие есть три основных заповеди, что ли, если их так можно назвать, в воспитании ребёнка, чтобы не отдалиться, и существует же гиперопека, либо чрезмерная свобода. Как здесь действовать? Ну, гиперопека – это действительно такая проблема есть. И мне кажется, что сейчас, в последнее время, её, наверное, становится даже больше, чем вариантом с лишней свободой. Ну, или, может быть, просто у меня такая выборка. Ко мне приходят люди, больше склонные к гиперопеке. Проблема гиперопеки в том, что мы, по сути, ребёнку даём два послания. Когда мы очень тревожимся, не предоставляем ему действовать самостоятельно, ошибаться и так далее. Мы, во-первых, сообщаем ему послание, что мир опасен, да, ошибаться страшно и так далее. А во-вторых, мы сообщаем ему, что, ну, ты маленький, ты не справишься, да, и лучше я, да. То есть ребёнок это может считывать, как со мной что-то не так. Мама не даёт мне сделать что-то самому, потому что со мной что-то не так. В случае свободы обычно проблемы возникают тогда, когда свобода не по силам, да. Скажем так, свобода, которая может привести к проблемам, звучит примерно так. Иди делай что хочешь и не мешай мне. И это действительно может считываться с ребёнком, опять же, как небезопасность мира, потому что всем нет до меня дела, и если со мной что-то случится, никто не придёт на помощь, да, никто не подскажет, да, никто, никого не будет рядом. Про заповеди. Мне кажется, что заповеди воспитания, они очень общечеловеческие, да. Можно подумать, каких отношений мы бы хотели со взрослым. И, в общем-то, на детей это тоже распространяется. Понятно, что, ну, ребёнок больше от нас зависит, но, тем не менее, ребёнок хочет от нас положительных впечатлений, положительных эмоций, ребёнок хочет от нас интереса к себе, уважения к своему мнению, чтобы он чувствовал себя значимым для нас, да, чтобы нам вместе было интересно проводить время, и мы чувствовали, что нам приносит удовольствие находиться рядом друг с другом. Если всё-таки в семье между родителями и детьми есть какие-то, ну, напряжённые, да, конфликтные ситуации, отношения, есть ли какой-то универсальный, может быть, совет или средство, с помощью которого можно, может быть, ну, хотя бы улучшить, да, немножко стать ближе, вот что бы вы могли посоветовать как психолог? Вспомнить, что вокруг вас тоже люди, да. Мы очень часто превращаемся в семье в такие функции, как бы винтики, да, то есть вот есть ребёнок, он должен делать то-то, то-то, учиться, убирать свои комнаты, слушаться маму, папу, да. Вот есть мама, мама должна воспитывать ребёнка, да, там, следить, чтобы он был сытый и правильно одетый, ну, и что ещё каждая мама себе придумает. Вот есть папа, папа тоже чего-то должен. И за этим часто, ну, прячутся реальные живые люди. Ко мне, например, иногда приходят родители и жалуются, они говорят, мой ребёнок целыми днями сидит в компьютере, меня это очень сильно беспокоит. Да, мне вот хочется, чтобы он занимался чем-то полезным. Но когда я начинаю расспрашивать подробнее и спрашивать, а что ребёнку нравится делать в компьютере? Может, ребёнок там играет или ребёнок общается, да, там, а что у ребёнка есть вне компьютера, какие у него отношения к школе, о чём ребёнок сейчас мечтает, да, что ему интересно, что его огорчает? Зачастую самые близкие люди не могут ответить на эти вопросы. И без этого очень трудно найти вообще язык и как-то улучшить отношения. Но вот если есть проблемы, стоит ли семье обратиться к специалисту, вот к тому же, да, к психологу, чтобы наладить? У нас, наверное, ну, может быть, не принято, может быть, опасаются люди слегка, что как пойду душу, да, открывать. Либо это полезно всё-таки, если сам самостоятельно решить этот вопрос, ты не можешь в семье. Да, и опасаются тоже. Дело в том, что достаточно часто семья, это или родители, или с детьми, приходя к семейному психологу, воспринимают его немножко как такого судью, который скажет, вот ты прав, ты не прав, да, там, кто тут хороший, кто плохой. И они одновременно и хотят это услышать, и есть такой запрос, и одновременно боятся, что именно я окажусь неправым и плохим в этой ситуации. Но это вообще не то, что делает психолог или психотерапевт. Потому что задача психолога не определить, кто здесь хороший, да, а кто плохой, а найти какие-то общие цели, которые будут важны, да, к каждому из членов семьи, и каждый будет готов что-то делать для того, чтобы достигнуть этого. Ну и в завершении разговора, наверное, есть ли какие-то три кита, на чём, на ком держатся здоровые отношения, в семье и правильные, наверное, отношения? Ну, во-первых, мне кажется, что это психологическое благополучие каждого участника отношений. То есть, ну, мы понимаем, что если кто-то в семье будет несчастлив, кому-то будет плохо, ну, вряд ли в сумме получится что-то хорошее. А второе, как мне кажется, это интерес друг к другу. Когда нам друг про друга интересно, да, когда я, может быть, не могу разделить своё увлечение ребёнка к чему-то, да, и мне могут не сильно нравиться, там, не знаю, музыка, которую она слушает. Но мне интересно то, что ей это нравится, что она в этом находит, и так далее. Ну, и третье – это, как мне кажется, такое очень простое правило – маску сначала на себя, да. То есть, если мы чувствуем, что мы вышли из себя, да, что вот мы затоплены тревогой или гневом, или ещё какими-то эмоциями, ну, стоит позаботиться о себе, привести себя в какое-то равновесие, и потом уже начинать разговор с другим человеком. Анна, большое вам спасибо за интервью. Спасибо вам. А я напомню, это было интервью с психологом Анной Овцовой. В студии была Анастасия Кишмирешкина. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова